Осужденный колонии строгого режима крутит педали так, будто впереди свобода. Алексей Рисомакин теперь не просто зэк, он пациент социального бюро. Осужденный инвалид и вот теперь поправляет здоровье под контролем медика. Я столкнулся с этим, с более-менее нормальным отношением здесь, на ПГУ ИК-6. Сижу уже 14 лет, к сожалению, есть с чем сравнивать. Два метра в два яруса на человека теперь для осужденных инвалидов шестой колонии это прошлый век. Их перевели в особый отряд европейского уровня. Расчет 7 метров на человека плюс психологи и социальные работники. Осуждая человека, государство берет на себя обязанности о нем заботиться. И исправлять для того, чтобы вернуть в общество закон послушного человека. 13 лет исправляет государство Владислава Попова. Последние три года заключения он проведет в социальном бюро для инвалидов. И микроволновку, и кулер он увидел здесь впервые в жизни. И теперь знает, как живут его жена и ребенок. Обстановка, как дом, домашний. Никаких, в принципе, ощущений от того, что он находится в местах заключения нет. В этой колонии осужденные отбывают сроки по 20 лет. Теперь они смогут делать это с максимальным комфортом. Здесь даже установили стиральную машину. Осталось научить осужденных ей пользоваться. Такое-то все новое установили только. Как бы сейчас будем по ситуации каждый день сталкиваться с этим. И тогда будем помогать. Беседки, туи, дорожки, фонтаны – 700 тысяч рублей заплатило государство за социальное бюро строгого режима. И пока непонятно, поможет ли это осужденным исправиться. Но отбывать срок они теперь будут с европейским комфортом. Красота как на самом деле. Другие дома так не живут. Майя Югельская, Олег Писарев, ТВК Новости.